здравствуйте вы смотрите реальные новости на канале страна для жизни мы говорим о том что важно для белорусов сегодня и сейчас то есть о том о чем упорно молчат госсми сегодня понедельник 25 января к новостям чуть больше двух недель остается до все белорусского народного собрания которым часто говорят в госпропаганд сми но от этого понимания зачем оно нужно и для кого больше не становится эксперты и те кто себя к таковым причисляет высказывают различные предположения и в последнее время все чаще стали говорить о том что безумец в саване не рискнет изменить конституцию единогласным за инородных участников которых в теории делегировал народ а на практике отобрали и назначили строго по разнарядке для того чтобы хоть как-то легитимизировать в глазах белорусов головы кивания и рукоподнимания заседающих статус все белорусского народного собрания могут закрепить в законе о республиканских и местных собраниях в этом году планируется подготовить проект изменений в этот закон он должен быть готов к ноябрю 21 года внести в палату представителей документ планируется в марте 22 года такие сроки указаны в указе номер 2 4 января которым утвержден план подготовки законопроектов в этом году тут важно понимать что держащий синие пальцы на горле у любимой не собирается их разжимать в ближайшие годы и верить в ежедневно меняющуюся риторику лукашенко не стоит даже при большом желании авторы идеи оправдывают свои действия в очередной раз прикрываясь заботой о народе который как показала практика способен сам позаботиться о себе без участия назначенных бюджета сосущих посредников говорят что изменения в закон будут способствовать усилению роли граждан в реализации ими конституционного права на участие в решении государственных дел как непосредственно так и через свободно избранных представителей видимо следует предполагать что этот орган получит право от лица народа принимать самое важное решение и как потом скажут это прекрасно потому что экономно провести референдум стоит денег очень больших денег а тут собрались быстренько кивал и и накивали свое за по самым важным вопросам не исключено что и по конституционным кстати в интервью которое дал шпицы вот россии один вскользь говорилось о том что до конца 21 года разработают новую конституцию а в двадцать втором примут во первых стоит заметить что представитель трех процентов населения оттягивает срок своего ухода неминуемость которого наверное осознает во вторых в ноябре планирует принять решение по статусу в нс и аккурат в двадцать втором можно менять конституцию ничего не спрашивая у белорусов вот такой нехитрый план не обремененных умом и совестью беларуси хотят ввести новшества по петициям которые размещают соответствующих сайтах а также по письменным обращениям которые носят массовый характер к примеру массовые обращения как считают чиновники могут нарушить нормальное функционирование организаций ибо нечего жаловаться что вам не нравится клочок стабильности должен быть стабильным а этими своими вопросами граждане раскачивают лодку под главным паромщиком и его аппаратом в том числе вестибулярным замученные исполнением прямых обязанностей чиновники говорят что в рамках законопроекта предполагается урегулировать порядок работы с письменными обращениями носящими массовый характер в настоящее время такой порядок установлен только в отношении электронных сообщений вместе с тем как показала практика возможно направление массовых обращений и в письменном виде что может приводить к нарушению нормального функционирования организаций ничего не понятно наевшиеся власти также хотят ввести и другие изменения в законодательство по обращениям граждан и юр лиц с учетом практики применения но детали не раскрываются на днях в мин экономики представили проект программы социально-экономического развития беларуси до 25 года одной из ключевых задач названо повышение эффективности промышленных предприятий путем создания государственных корпораций стоит ли за этим нечто большее чем попытка оздоровить крупные заводы неизвестно в это же время главный по всем вопросам и директор всего на сегодняшнем совещании с совмином раскритиковал свое же правительство за проект государственной инвестиционной программы в которой включили необязательные социальные проекты в предложениях по корректировке законодательства хозяйственных обществах он увидел попытку правительства протолкнуть приватизацию погодите погодите хитро зачесанный самоназначение подозревает им же назначенных в том что они хотят что-то протолкнуть без его ведома а вот это уже интересно и тут либо списывать все на обострение параноидальных приступов либо так называемые прикорытники поняли что с таким свиноводом корыто пополнять не собирается никто и пора менять хозяина чиновники планируют внести изменения в законодательство о борьбе с коррупцией среди прочего чиновники планируют принять новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии в планах отказаться от декларирования дохода от бонусных программ банков и торговли также намерены прописать предельную стоимость врученному должностному лицу подарка в связи с исполнением служебных обязанностей подарок то есть взятку за исполнение не должностных обязанностей регламентировать и ограничивать не планирует за особо показательное выслуживание можно и новую вольво за 100 тысяч подогнать хотя воскресенский утверждает что сам купил на честно заработанные через 20-25 лет в беларуси появится необходимость в 3 атомной станции об этом заявил председатель президиума национальной академии наук владимир гусаков национальная наука вместе со всей ее академией чем дальше тем больше напоминает телеканал rntv где наука это предположение слегка поехавших крышей не до экспертов председатель академии рассказал что наука сейчас занимается тем что пытается доказать теорию рациональности выбранного курса а также пытаются доказать что заявление самопровозглашенного имеет хоть какое-то отношение к реальности цитата мы поставили задачу президент наш поставил задачу достичь 100 миллиардов рублей ввп надо примерно в два раза увеличить объемы производств нет это не шутка за 26 лет никак обещанных по 500 не достигнем а тут за пять лет в два раза увеличить ввп в минувшем году к слову в беларуси была отмечена рекордной за последние четыре года инфляция при прогнозе в 56 процентов рост цен по итогам года составил почти семь с половиной процента в украине инфляция составила 5 в россии 4 и 9 процента фрибалтийских странах по итогам года и вовсе отмечена дефляция цены снижались в литве на 0,2 процента в латвии на 0,5 в эстонии почти на процент и стран бывшего ссср быстрее чем в беларуси цены в двадцатом году росли например в узбекистане киргизстане таджикистане казахстане и в беларуси стане вот такая вот пятерка лидеров по росту есть подсказка для ученых кстати как добиться роста ввп в два раза можно просто написать нужные цифры все равно никто не проверит и не поверит но это уже не важно ученый насказано мне угомонился 100 миллиардов ввп у нас будет недостаточно потому что беларусь оказывается друзья наука емкая страна мы не сможем повышать свой ввп и наращивать объемы производства повышать уровень качества жизни людей без наращивания производства а это требует энергии поэтому надо строить третью аэс кто-нибудь сообщите пожалуйста ученому что после цифры 1 идет цифра 2 поэтому перед 3 обычно строит вторую и что важнее недавно его повелитель заявил о том что у нас этой энергии хоть завались можем всем продать и себе останется и напомните что и первая станция после введения в эксплуатацию 1 5 аварийно останавливалась и нашу супер-пупер независимую нерушимую энергосистему украинцы даже спасали а теперь о главном протест не сдувается несмотря на то что в обратном постоянно уже на протяжении полугода толдычат госсби в эти выходные самый массовый выход белорусов на прогулку случился в столице мы сделали небольшую подборку кадров с прошедших выходных а а а а а а важно что многие районы столицы и города выходили в поддержку игоря лосика который голодает уже более 40 дней состояние его здоровья мягко говоря вызывает опасения игорь лосик держит голодовку уже 42 дня здоровый организм может голодать 21 день после чего начинает разрушаться средние сроки выживаемости при мокрой голодовке 44 55 дней создатели телеграм-канала беларусь головного мозга задержали 25 июня после заявления юрия караева но это того бывшего о том что уличные акции пикетов беларуси управляются через телеграм-каналы лосика обвиняют в организации массовых беспорядков наказание по этой статье от 3 до 8 лет лишения свободы вот что игорь написал в своем письме я знаю что я ни в чем не виноват мне не в чем признаваться все действия следователей и прокуроров по продолжению репрессий в отношении меня и моей семьи не повлияют на мое решение увы как бы это не было грустно игорь в лучшем случае загубит свое здоровье но вряд ли достучиться до разума и серде те кто творит беззаконие ввиду отсутствия в их организмах и того и другого напомним что в знак солидарности с игорем и выражая протест против беспредела силовиков о голодовке объявили два православных священника и это тот случай когда церковь с народом а теперь немного традиционной но все также не переносимой здоровым человеком жести в пятницу во время раздачи еды бездомным которую проводила инициатива еда вместо бомб в михайловском сквере были задержанные активисты и их подопечные сообщается что сотрудники милиции также забрали баки с едой задержанных активистов увезли в октябрьской рвд столицы а бездомных в ленинское как сообщила одна из очевидцев раздача проходила в обычном режиме в какой-то момент со стороны улицы кирова появилась группа людей в балаклавах и направилась сторону место где проходила благотворительная акция активисты с баками еды побежали во двор нескольким людям удалось скрыться в подъездах однако силовики зашли туда вслед за ними некоторых задержали и посадили в бус задержали как активистов так и бездомных которым они раздавали еду вот она как получается друзья сначала митинги вне закона потом бело-красно-белые цвета теперь и еда дальше видимо четкий регламент по количеству вдохов и выдохов в сутки сегодня началась встреча представителей штаба светлана тихановской координационного совета и нау во главе с павлом латушка также других заметных персон и инициатив надеемся что нам удастся вовремя получать свежую информацию о ходе переговоров и перспектив с ними связанных но это не точно на сегодня все до встречи друзья скоро это наверное станет уже какой-то традиции в конце выпуска появляются ведущие говорят о том что пока мы монтировали выпуск появилась еще одна новость в этом выпуске мы рассказали о голодовке игоря лосика и вот стало известно буквально несколько минут назад о том что игорь лосик прекратил голодовку за подробностями можете сбегать телеграм-канал и почитать посмотреть завтра мы расскажем об этом поподробнее вот теперь все до свидания